Соляная комната В таких обычно установлен специальный галогенератор. Он насыщает комнату ионизированным воздухом и создает микроклимат, приближенный к соляным пещерам. Именно в такой я сегодня и оказалась. Соль попадает на наши слизистые органы дыхания и она абсорбирует на себя токсины, вредные вещества, нейтрализует инфекции, вирусы. То есть она повышает сопротивляемость самого организма. Это обычная пищевая соль. Она абсолютно естественно безвредна для здоровья. Традиционно пребывание в соляной комнате сравнивают с отдыхом на морском побережье. Есть и внешнее сходство. Вы лежите в шезлонге, на мониторе вид на море или океан. Играет легкая релаксирующая музыка. Под ногами теплая соль. Поддерживается определенная температура от 17 до 21 градуса. Процедура в соляной комнате носит хороший седативный эффект, успокаивающий. Поэтому не рекомендуется после процедуры сразу бежать, заниматься какими-то активными видами спорта. Не советуют специалисты и употреблять жидкость сразу после посещения соляной комнаты. Лучше отведать расслабляющего чая до сеанса. Специалисты утверждают, результат появляется уже после второго сеанса. Восстанавливается дыхание и нормализуется сон. Субтитры создавал DimaTorzok